Александр, нам всем прошлый год запомнился переходом на удаленку, вам, наверное, особенно он этим запомнился, потому что вам нужно было переводить сотрудников и при этом еще обеспечивать кибербезопасность. Их работа из дома, а дома у нас у всех обычно ноутбуки с наклейками какой-нибудь, Wi-Fi с простейшим паролем в виде дня рождения, и у хакеров, у кибермошенников просто открылся огромный простор для деятельности, новые горизонты для их работы и заработка. Скажите, какие угрозы были и остаются самыми актуальными в этой связи? Да, это правда, пандемия очень сильно повлияла на расстановку приоритетов, и кибербезопасность к концу года заняла один из первых приоритетов у компаний не только крупных, полномасштабных, у которых есть собственная информационная безопасность, но и у средних компаний, даже маленьких. И речь здесь не только о проблемах и уязвимостях при переходе на удаленную работу, хотя это один из трендов, безусловно, но также мы видим сохранение и, наверное, даже прогресс в тех трендах, которые с 2020 года перетекают в 2021. Это в первую очередь увеличение социального мошенничества и телефонного мошенничества, про те самые звонки из службы безопасности. Это, безусловно, рост атак на социально важные объекты, чего раньше мало было и чего раньше мы не замечали, в том числе на медицинские учреждения, что становится уже таким страшным трендом социально значимым. И, безусловно, это, правильно вы сказали, история с поиском уязвимости при переходе на удаленный режим работы. Сохраняются также тренды, которые уже давно существуют в рамках кибербезопасности. Это рост количества ДДОС-атак, самая простая и самая дешевая в организации атака, и рост атак, связанных с IT-устройством, которые в том числе используются для организации этих ДДОС-атак, когда вас может вашу компанию атаковать большое количество чайников и тостеров. Давайте, наверное, по порядку все это обсудим. Мне кажется, что лично у меня, было каждый день практически в прошлом году, мне звонили мошенники телефонные. И, судя по цифрам, которые пишут СМИ, около 150 миллиардов они на этом заработали в прошлом году на таких социальных мошенничествах. Скажите, в общем, можно как-то с ними бороться и как? Защита от социального мошенничества, да, лежит как и в социальной плоскости, так и в плоскости работы тех компаний, которые подвержены фроду, от лица которых этот фрод происходит. В первую очередь, конечно, звонят от некой службы безопасности банка, есть мошенничества и на различных там классифайдах, досках объявлений, крупных интернет-гигантов. Здесь мы, как мегафон, помогаем в борьбе с таким типом мошенничества самому бизнесу, который от этого страдает. Например, мы работаем с банками в плане блокировки подобных звонков, если есть высокий риск мошенничества. В прошлом году стало очень много фишинга или же стало много новостей про фишинг. То есть мошенники реагировали буквально на все происходящие события, когда объявляли выплаты материнские, появлялись сразу фейковые сайты госуслуг, когда начинался сезон пусков, как сейчас опять же пошли новости про фейковые авиабилеты, фейковые билеты на Сапсан и так далее. Действительно стало больше таких случаев создания фейковых сайтов? Безусловно. Вообще в целом именно мошенники, злоумышленники активизируются в период каких-то социальных потрясений. И пандемия была прям таким лакомым кусочком для мошенников, чтобы вовремя сообщить и сыграть на какой-то новости в пользу собственной выгоды. Это большая проблема, и она решается не только средствами безопасности, но здесь еще очень важно обучение людей, обучение сотрудников, то, что мы называем цифровой гигиеной. В рамках мегафона у нас, например, происходят такие псевдо-атаки, которые делаются с помощью специального программного обеспечения, рассылаются фишинговые ссылки, которые никуда не ведут и никакого вреда не несут. Но мы, например, смотрим, какие сотрудники на них нажимают. Вы так проверяете сотрудников? Да. Перед этим, безусловно, мы проводим обучение. И вот как закрепление этого обучения, мы проводим эту проверку. Вот так или иначе, всегда для злоумышленника самое слабое место – это человек. И очень часто используют именно такие принципы социальной инженерии. И самое важное – это, конечно, обучать людей. А как быть с теми сотрудниками, которые, наоборот, слишком образованы и, например, сливают данные компании, продают их? Утечки, которые происходят по вене сотрудников. Ну, они явно здесь не образованы в юридическом плане, потому что это нарушает закон и карается ответственностью административной и где-то даже уголом. Здесь есть, опять же, класс решений, который используется как внутри нашей компании, так и мы эту экспертизу монетизируем и продаем наружу. Называется он Data Loss Prevention или Data Leak Prevention по-разному, DLP – противодействие утечкам информации, утечкам данных. Это такие специальные программно-аппаратные комплексы или программные комплексы, которые смотрят, какие чувствительные данные передают сотрудники компании, например, вовне, на какие-нибудь собачка Mail.ru, собачка Gmail.ru или какие данные, например, вы печатаете на принтере. Не все сотрудники получают выгоду за то, чтобы продать данные или перепродать данные. Бывает, что это просто незлонамеренно. Человек не проконтролировал, насколько эти данные чувствительны. А какие еще тренды вы видите? Что будет актуально в этом году по атакам? Большое количество атак на социально значимые объекты и, в первую очередь, на медицинское учреждение. То, что мы раньше не видели. И вот это уже начинает превращаться не просто в какой-то поиск выгоды со стороны злоумышленников. Это превращается уже в социально значимую проблему. Когда, например, происходит атака на какую-нибудь больницу. Была известная атака в 2020 году на онкобольницу с попыткой взлома данных или с попыткой остановки каких-то средств обеспечения жизни людей в этой больнице. Когда это влияет напрямую на жизнь человека. И здесь злоумышленники не просто не видят прямой выгоды, как правило. Это тот класс людей, тот класс хакеров, которые живут по принципу «let it burn». Просто все должно сгореть. И вот это уже начинает быть страшным. И здесь, безусловно, все социально значимые объекты, да и мы все вместе должны помогать в обеспечении кибербезопасности. Начиная от, опять же, обучения персонала до защиты и применения средств в таких типах объектов, которые связаны в том числе с IT-инфраструктурой, обеспечивающей жизнь конкретных людей, которые лежат в этих больницах. Чтобы ни одна мышь не проскочила и ни один хакер даже не сунулся сделать такое плохое дело. А в России стало больше атак на медицинские организации за последнее время? Да. То, что мы видим. Там одна из наиболее популярных атак – это DDoS-атака. И мы достаточно такой старый игрок на этом рынке. У нас большое количество клиентов, которые берут у нас анти-ДДОС-защиту от DDoS-атак, и в том числе медицинские учреждения. Количество атак сильно увеличилось и на них. Оно в принципе сильно увеличилось. То есть, если говорить о цифрах, в 2019 году мы отразили наших клиентов, исключая Мегафон, более 2,5 тысяч атак, а в 2020-м более 6,5 тысяч атак. То есть, это кратный рост. Да, в три раза. В три раза. Причем атаки становятся все серьезнее. И надо сказать, что атаки становятся все дешевле. То есть, вы можете, не обладая особыми навыками хакера, просто в гугле найти, каким образом или кому-то заплатить, можно организовать бы ДДОС-атаку. Там самая дешевая ДДОС-атака стоит 5 долларов. То есть, есть прям готовые инструменты, которые может воспользоваться, например, конкурент, или кто проводит вообще эти атаки? Есть, опять же, ребята, которые просто хотят, чтобы мир горел. И, например, пользуются инструментами для серьезных ДДОС-атак, просто попробовать, посмотреть, что произойдет. Самая частая история – это испытать свои хакерские навыки или ДДОС-атаки на каких-то государственных веб-сайтах. Есть, конечно, конкуренты, которые, например, в период «Черной пятницы», там, два интернет-магазина, да, мало того, что у вас достаточно серьезная нагрузка на ваш интернет-магазин, просто пользователи летят, потому что у вас скидки. Так еще и зловредный трафик примешивается, у вас просто падает инфраструктура, и все переходят к вашему конкуренту. Бывает такое. Бывает, используя ДДОС-атаки для того, чтобы отвлечь внимание безопасности на ДДОС-атаку и сделать своевременный взлом там где-нибудь с другой стороны. Это такие многовекторные, комплексные атаки. Мы предполагаем, вот был у нас такой тоже случай, отражали ДДОС-атаку на один из аэропортов, и ДДОС-атака была призвана вот как раз остановить полностью движение ленты доставки багажа, вот, и есть предположение, что, ну, как-то выгоду можно получить от этого, но каких-то там прямых сообщений от хакеров никто не видел. Есть предположение, что это там один из первых этапов атаки, чтобы обратить внимание безопасности конкретно на этот вектор. В это время злоумышленник зайдет с другой стороны через веб. Бывают взломы и через Wi-Fi, и через принтеры. То есть хитрые системы. Это целевые атаки, да? Это целевые атаки. Как правило, это не просто то, что гуляют по сети и ищут открытый порт, так называемый. Это тоже интересная тема. Многие компании просто не сканируют собственный периметр инфраструктуры и забывают, вот у них там какая-то виртуальная машина внезапно появилась, она торчит в интернет, в публику, а через эту машину можно попасть и дальше, и скачать какую-нибудь sensitive data, чувствительные данные. Конечно, вот один из способов цифровой гиены не только человека, но и любой компании, это своевременно вот просто применять дешевые способы сканирования и специальные программные, опять же, способы сканирования периметра, где что у вас происходит в сети. Вот. Где открыто, где закрыто, где есть доступ, где нет доступа, какие вообще у вас узлы. Некоторые бывают тоже, мы делаем в том числе тесты на проникновение, так называемые, penetration тесты. И наша хакерская команда, их называют white hat. Ну, то есть это как в вестерне, есть black hat, хакеры, черные злоумышленники, есть white hat. Ребята, которые ищут уязвимости и потом их закрывают. На стороне добра. На стороне добра, да. Это джедаи. И бывает, там, наши ребята во время penetration тестов находят просто какой-то сервер, спрашивают информационную безопасность, ребята, что это за сервер. Они такие, мы не знаем. А оказывается, что это злоумышленник поднял этот сервер, чтобы потом там обосноваться и через этот сервер искать какие-то дополнительные дырочки в эту информацию. То есть он давно у них уже в структуре компании сидит? Да, многие компании даже не знают о том, что у них давно уже кто-то проник. Имеют полное представление об их инфраструктуре и ждет лучшего времени, чтобы использовать данные или перехватить какие-то рандольцы. А как долго может такая крыса сидеть на корабле? Наверное, годами. Это есть целые хакерские группы, которые, например, нажали на фишинговую ссылку, будучи внутри контракомпании, скачали какое-то вредоносное ПО. Там в компании не было средств безопасности. Вот этот ПО сидит, его никто не видит, ждет своего часа. В какой-то момент этих ПО становится большое количество у многих компаний. И хакер, злоумышленник начинает думать, как бы этот момент использовать. И начинает уже там копать, здесь копать. Искать различные так называемые бэкдоры для того, чтобы найти какую-то выгоду. Ну, конечно, очень важно правильно контролировать доступы и активно работать с сотрудниками, которые имеют привилегированный доступ, которые реально имеют доступ к участвительным данным, которые можно использовать. Часто, естественно, это не люди, так сказать, с улицы вчера пришедшие, которым мы не доверяем. Но, тем не менее, все равно должны использоваться дополнительные средства для того, чтобы с такими сотрудниками, ну, не то чтобы следить, но чтобы была уверенность в том, что они эти данные никуда не передадут, да и не смогут, честно говоря, их скачать или каким-то образом там использовать. Мы прям видим вот эту отложенную историю, когда компании большую часть 2020 года перестраивались на удаленный режим работы, а вот сейчас начинают решать проблемы, которые возникли у них после удаленного режима работы, именно связанные с кибербезопасностью. Можно вообще побороть однажды раз и навсегда хакеров? Раз и навсегда. Ну, наверное, когда исчезнет цифровое пространство и вообще весь диджитал, если будет какой-нибудь термогеддон, тогда и хакеров не будет, но мошенничество обязательно останется. Понятно. Спасибо вам большое. Было очень интересно и полезно, я надеюсь, не только мне, но и зрителям. Мам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok